Здравствуйте, мы сегодня говорим о ситуации внутри Азербайджана, о том намеренную власть освободить политзаключенных в преддверии европейских Олимпийских игр в стране. Говорим мы с учредителем гражданского движения республиканского альтернативы Эркин МГДЛИ. Здравствуйте, Эркин Бей. Здравствуйте. Эркин Бей, в последнее время в СМИ, а также разные политологи высказываются о том, что в Азербайджане после событий в Украине появилась политическая угроза со стороны России. На ваш взгляд, существует ли действительно почва для подобных разговоров? И я даже дополню вопрос. На ваш взгляд, на север страны является уязвимой с точки зрения нападения и стабилизации ситуации? Ну, начнем с того, что, если уже употреблять слово угроза со стороны России, она возникла не после событий в Украине. Мы с этой угрозой столкнулись с самого начала, с самых первых дней своей независимости. Вся Карабахская война и ее последствия – это непосредственное влияние российской политики в нашем регионе и непосредственно по поводу нашей страны. России совершенно невыгоден независимый, свободный, стабильный и сильный Азербайджан. Поэтому она и пользуется, скажем, Арменией. То же самое – это невыгодно Ирану. Поэтому тут, говоря о внешних политических угрозах, нельзя только концентрироваться на России. Ну, раз уж тема России, поговорим об этом. Угроза со стороны России, она экзистенциальная. Она не связана с какой-то природой самой России или какими-то приоритетами властей тех или иных в России. Дело в том, что Россия, как она это понимает, печется о собственной безопасности. И исторически уже развитие России сложилось так, что собственную безопасность она пытается обеспечить путем приобретения новых территорий, чтобы как минимум географически отдалить свой центр и демографический, и экономический от каких-то внешних угроз. Поэтому еще с царских времен Россия пыталась приобретать новые территории. В Центральной Азии, Южном Кавказе, Восточной Европе. Создавать буферные государства, менять правительство. Это же не новое, да, помните? Еще в 1848 году, когда по всей Европе прокатывалась революция, Россия сыграла свою очень такую консервативную роль, за что ее и прозвали «жандармом Европы». Буквально она вошла и подавила революцию в Венгрии. Ради собственных интересов, конечно же. Поэтому нам надо понимать, что интересы России в этом аспекте совсем не совпадают с нашими национальными интересами. Тут совершенно бессмысленно говорить о каком-то антироссийском настрое в Азербайджане или ее политической элите. Совершенно нет. Надо четко понимать, что интересы России в нашем регионе не соответствуют нашим собственным национальным интересам. Это экзистенциальная угроза. Она не зависит от того, кто у власти в Азербайджане или в России. Если мы поймем это, нам будет легче разобраться с тем, как ориентировать нашу страну во внешней политике. Что касается северных районов, то тут даже речь не о том, кем эти районы заселены. Тут просто географический фактор. Это непосредственная граница с Россией. Поэтому если Россия, конечно, начнет подрыв территориальной целостности, например, Азербайджан, она же не будет начинать с южных регионов. Там, скорее, Иран будет действовать. Она начнет с северных регионов. Вот это непосредственная граница. Я совершенно не сторонник привязывать это к этническому фактору. Хотя мы прекрасно знаем, что есть лезгины, живущие в Азербайджане, есть лезгины, живущие в России. Лезгины – это очень братский наш народ. И мусульмане, и они коренные жители Кавказа. Это их родина. Поэтому наша задача стратегическая – сделать так, чтобы, например, если уж расширяется лезгины, им хорошо жило здесь, чтобы они не смотрели на Россию как на более успешный фактор развития. Но, говоря об угрозе со стороны России, нам важно понимать, что в значительной мере, помимо экзистенциального фактора, эта угроза исходит от наших собственных ошибок по отношению, скажем, к экономическому развитию нашей страны. Если вы поедете по северным и северо-западным регионам, даже заселенным тюрками, скажем, Кянджаши, Актирикозаха, там же нет, то даже там вы увидите такое симпатическое отношение к России. А все почему? Потому что люди тех регионов физически, в буквальном смысле, зарабатывают деньги в России. Путин сам озвучил цифру миллиона азербайджанских граждан, работающих в России, в Москве и Московской области, как трудовые мигранты. Эти люди зарабатывают там деньги, посылают своим семьям здесь, и те семьи смотрят на Россию почти как на кормилицу. С ними очень сложно говорить о евроинтеграции, например. Мы, собственно, контакт тематический не получается. Ты идешь буквально и говоришь о том, что евроинтеграция, НАТО, разный вариант. Они тебя понимают, конечно, словесно, но контакта тематического не возникает, потому что они реально ощущают, что они привязаны материально к России, их семьи оттуда получают деньги. Это наш просчет, это наши ошибки во нашей внутренней политике. И пока это будет продолжаться, угроза состава России будет усиливаться еще и за наш собственный счет. Понимаете? Даже элементарно посмотрите сегодня из Москвы в Генчу, из Москвы в Габанду. Самолеты летают чаще, чем в Баку. Это тоже о чем-то говорит. Это наши собственные ошибки. И наша стратегическая задача с самого начала, с самых первых дней независимости была и остается. Значит, разрыв с советским прошлым. Это очень важно. Тут совершенно не нужно заботиться о том, что у кого-то могут возникнуть ностальгические воспоминания, как хорошо было. Как бы это ни было, надо порвать с этим прошлым. Это стратегическая задача. Потому что разрыв с советским прошлым – это еще и политическое дистанцирование от России. Потому что Россия как раз-таки сегодня пытается это советское прошлое в какой-то форме оживить, по крайней мере, риторически. Мы не должны попадать в эту ловушку. А что мы делаем? Мы фактически собственными ошибками, я имею в виду, я говорю, мы как стране, но, конечно же, непосредственно ответственность лежит на нынешних властях, что они делают внутри страны, какую политику они ведут. Все это усиливает такой, как бы, то, что называется софт-тауэр, мягкую власть России. И это угроза нашим национальным интересам. Эль Кимбер, судя по последним событиям, я имею в виду аресты в основном людей прозападной ориентации, усилятся позиции пророссийских сил в Азербайджане. Пророссийских сил тоже практически уже нет. Их позиции сильные, им был нанесен ущерб арестами тех или иных представителей религии. На ваш взгляд, почему внешнеполитический вектор таков, что Азербайджан сближает сегодня с Россией, а не с Западом, а не с НАТО? Я даже дополню вопрос. Это связано с тем, что Запад до сих пор не может нам предоставить четких гарантий безопасности, или это связано с обещанием президента Алиева, его коллеге Владимиру Путину, во время его визита перед выборами, где он заручился его поддержкой. Это очень важный вопрос, но сложный для его раскрытия, потому что власть не общается с народом, она практически не говорит, что она делает, за исключением шаблонных фраз. В последнее время мы даже очень мало слышим о так называемой сбалансированной внешней политике. Есть факты, которые видны, скажем, Азербайджан сотрудничает по всем важным геостратегическим проектам с Западом, будь то антитерроризм, будь то энергетическая безопасность. Собственно говоря, основные наши экономические партнеры, как у страны, это Запад, покупатели нефти и газа это Запад. И вроде бы логично предположить, что при такой сильной финансовой завязки на Западе, внешнеполитический курс должен быть откровен на про Запад. Но тут проблема в том, что финансовая привязка к Западу, она у нас очень односторонняя, она на нефтяных ресурсах связана. Это не вся наша экономика с Западом связана. Нефть, мы ее не создаем, это как бы природное богатство. Мы ничего не делаем, чтобы заработать эти деньги. Нефтяное консорциум ее добывает, закачивает трубу, она продается, мы получаем деньги. Практически ничего не делаем, как нация. Реальная экономика, я уже сказал, наши северные, северо-западные регионы реально зарабатывают деньги в России. Поэтому такого демократического перевеса, если вынести это на публичное обсуждение или голосование, у западной риторики вряд ли будет. То есть, скажем так, это еще большой вопрос. Потому что да, нефтяные деньги идут из Запада, но они идут в карманы очень узкой категории людей. А реальные деньги, а здесь реальная жизнь. Они откуда идут? То есть, из России, из Ирана. Люди там зарабатывают деньги. Или там. В Турции в меньшей степени. Плюс к этому надо прибавить то, что Запад, ну, по крайней мере, декларирует свою внешнюю политику с Азербайджаном, используя риторику прав человека, что уж совсем не вяжется с политикой нынешних властей. Россия, например, таких подобных требований никогда не предъявляла, что вот у вас должны быть какие-то реформы, какие-то выборы. Поэтому с Россией в этом смысле легче. Так что тут большой вопрос. Я не стал бы упрощать. Я не считаю, что нынешняя власть, она какая-то пророссийская. Я почти уверен, что нынешняя власть прекрасно понимает, какие угрозы исходят из России. И я верю, что они вообще-то хотели бы, чтобы наша страна была бы полностью ориентирована на Запад. Так что с Западом просто легче. Там есть стандарты, там есть деньги, там есть успех почти во всех сферах жизни. С ними легче договариваться. С Россией даже письменный договор ничего не значит. Россия может его в любой момент разрушить, как она делала это много раз в истории. Поэтому получить какие-то гарантии у России очень сложно. Россия не держит своего слова и не следует своим договоренностям. Но, как я говорил, из-за того, что нынешняя власть закрыла буквально политическую сцену, вот вы даже упомянули, что большинство из политически активных людей, это откровенно прозападные люди, ну по крайней мере они так себя позиционировали. А люди, которые говорят об иных ориентирах, условно называемых проиранских, например, или пророссийских, вот депутат, председатель партии в парламенте Гудрята Загулеева открыто же сказал о том, что надо вступать в таможенный союз, в ОДКБ, приглашать российских, пригласить российского воська, но его никто не трогает. То есть, не поймите меня неправильно, я не призываю наказать его за это, нельзя наказать за мысли. Но, тем не менее, эти мысли открыто выражаются, в то время как мысли о том, что вот о правах человека, о демократических реформах, или о НАТО, или Евросоюзе, они подавляются, в том числе путем арестов. В результате политическая сцена как бы вычищается от прозападных активистов, скажем так, и эту пустоту заполняют все другие, пророссийские, проиранские, религиозные или какие-либо течения. У нас же говорить самовольно не разрешается, и на ваш взгляд, как вы считаете, может тот же самый Гудрат Гасангулиев отзвучивает мнение тех, кто хочет опять-таки шантажировать Запад? Я не уверен в этом, хотя я так же, как и вы, со всех сторон слышу различные слухи, домыслы, спекуляции на этот счет. Но я воздержусь от утвердительного ответа на ваш вопрос, просто в силу своего характера я не люблю говорить о том, в чем я не уверен. Экими, вот мы поговорили об арестах молодежи, да и журналистов у нас последнее время арестовываются. На ваш взгляд, начинается ли на стране новая волна репрессий? Насколько она вообще серьезна будет? Ну, конечно, то, что происходит сейчас, это в какой-то смере беспрецедентно, потому что я не помню, чтобы у нас так много людей арестовывалось в течение одного года. Да, ведь это началось, скажем, с февраля 2013-го. Вот как только начался предвыборный год, пошли аресты. Началось с Ольгара Мамедова, тофе Кеугу-Блу, и потом уже каждый месяц мы слышим, или каждые полтора-два месяца мы слышим, что кого-то арестовывают. Причем арестовывают не какие-то простые людей, а людей, которые известны в обществе, которые известны в Европе. Это и политики, и гражданские актиристы, и руководители НПО, и журналисты. Так много людей, на моей памяти, никогда не арестовывалось. На мой взгляд, это не столько связано с внешнеполитическим фактором, сколько внутриполитическим фактором, потому что власть слабеет, слабеет ее, прежде всего, убедительность. Да, это важно. Когда власть убедительна, как бы мы ни критиковали эту власть, будучи в оппозиции, надо открыто признать, что были годы, когда эта власть выглядела убедительной. Например, когда был Гейдар Алиев, но даже он о чем говорил? Он говорил о евроинтеграции, он говорил о НАТО. То есть он открыто об этом говорил. Сейчас власть выглядит очень малоубедительно. У нее нет стройного рассказа, у нее нет реальных успехов. Есть много имиджевых проектов, но реальных успехов, которые могли бы убедить простых граждан, что да, это очень успешная политика. Их очень мало. Поэтому, когда власть становится неубедительной, она начинает становиться принудительной. И поэтому она вот так вот рефлекторно арестовывает или иначе преследует людей, на которых не может повлиять убеждение. Вот я этим объясняю то, что происходит. И, собственно говоря, до смешного же доходит. Людей арестовывают за статусы на Фейсбуке. Как бы там ни было. Сильная власть вряд ли бы такое делала. Как бы там ни было. Я в последнее время часто общаюсь с политологами, с экспертами. Я чувствую некое разорчирование насчет Запада. Нет надежды больше я доезжу среди коллег. Одним словом, интерес, надежда, вера на помощь Запада пропала у нас. И на это повлияла сильная позиция Запада в украинском вопросе. У вас как? Вы все еще верите на то, что Запад может Азербайджану помочь? Гражданским активистам, тем или вообще активистам. Да, я, конечно, тоже, к сожалению, должен констатировать, что у населения Запад как тема все меньше и меньше привлекательнее. Тому есть много причин. И ошибки Запада, конечно же, есть. Но начнем с того, что падение интереса или, скажем даже так, увлетенности западной ориентации, темы западной ориентации, началось с того, что у нас были чрезмерно завышенные ожидания от Запада. То есть, когда завышенные ожидания, результатом становится разочарование. Мы вначале очень наивно ожидали от Запада, что Запад нам поможет. Но это просто как бы рудимент исторического прошлого. Мы два века жили в составе России. И мы привыкли думать, что все, что плохое мы имеем, это из-за влияния России. И поэтому наивно полагали, что если мы сблизимся с Западом, нам обязательно станет лучше, потому что Запад это всегда лучше, чем Россия. Это были завышенные ожидания. Поэтому, естественно, сейчас пришло какое-то нормальное восприятие Запада, более прагматичное. Второй фактор – это то, что нефть продается на Запад. Западные компании здесь очень глубоко укоренились. Они сотрудничают с нынешними властями и довольно-таки сильно их поддерживают. Люди это тоже видят и понимают. Поэтому ассоциируют это в целом с позицией Запада. Что, мол, деньги идут в Запад, а нефтяные компании сидят тут и поддерживают эту власть. Значит, проблема в Западе. Очень упрощенное и тоже наивное восприятие, но доля истины на ней, конечно, есть. Второе, а может быть даже с этого надо было начать. Это и в этом больше справедливости в ожиданиях, конечно, в наших людях. Это по поводу Карабаха. Мы очень сильно надеялись, что Запад… Потому что мы знаем, что корень проблемы лежит в российской политике, в регионе. Поэтому было очень сильное ожидание, что Запад сможет как минимум сбалансировать Россию в нашем регионе и помочь разрешению Карабахского конфликта. По ожиданию многих этого не случилось, потому что многие очень быстро хотели, чтобы это произошло. Но, как видно, даже географическое распространение влияния Запада, оно идет с севера на юг. Сначала Балтика сразу получила признание и независимость членством НАТО и Евросоюза. Беларусь совершенно закрылась с Украиной. И вот они сейчас начинают переживать то, что мы переживали в начале 90-х приблизительно. С Грузией не совсем понятно, что произошло и что дальше будет. Армения откровенно пророссийская. Поэтому Азербайджан – наиболее географически отдаленная страна из тех, кто желает европейскую интеграцию. И поскольку мы наиболее географически отдаленные, то и волна влияния до нас доходит позже. Это объективно. Мы не можем, скажем, географически опередить Грузию. Потому что Грузия ближе нас к Западу, у нее есть выход к морю. Это очень важно. У нас нет выхода к морю. Поэтому мы географически зависим от Грузии. И мы очень стратегически заинтересованы, чтобы в Грузии состоялось самостоятельное, сильное, свободное государство. Потому что если у Грузии это не получится, мы окажемся стиснутыми между Россией и Ираном. И уже, конечно же, никакой евроинтеграции быть не может. Поэтому мы даже обязаны помогать, иногда даже чуть-чуть ущерб себе Грузии, чтобы она пошла дальше в плане евроинтеграции. Потому что за Грузией уже сможем последовать мы. То есть, есть эти факторы. Это они очень объективны. Поэтому я просто призываю людей быть более прагматичными и хладнокровными. Уже надо перестать мыслить мечтами. И иногда, чтобы Запад нам поможет, Запад не обязан нам помогать. Он прежде всего заботится о собственных интересах. Другое дело, что надо найти точки соприкосновения, где интересы Запада совпадают с нашими национальными интересами. Прежде всего, в противостоянии между Россией и Ираном. Поскольку мы географически все-таки зажаты между этими двумя бывшими империями. Многое зависит от нас. Но, опять же говорю, есть очень много внутренних проблем, ошибок, допущенных нынешними властями. Да, и оппозиции, кстати, тоже. Поэтому нельзя тут винить население. Население думает о сегодняшнем дне. О том, как содержать семью. О том, как вырастить детей. О том, как что-то накопить и оставить для своих детей. Поэтому оно пытается просто сориентироваться, где можно заработать. И вот этот поиск, а вот Запад, это пока что не источник заработка для нашего населения. Наше население заработок видит в России, в Иране, в Турции. Они как бы туда. В Иран едет лечиться, в Россию едет зарабатывать. Ни одна власть не сможет перебить этот рассказ. Никакой риторикой, никакими убеждениями. Надо реальные условия создавать. Образование, здравоохранение, трудоустройство. Пока всего этого нет, население будет бегать туда-сюда. А как вы можете работать с разбежавшимися населениями? Иркин Бей, вот недавно приезжал к нам президент Франции Оланд. Вы, в числе других представителей нашего гражданского общества, проводили встречу. После этой встречи появилась ли у вас вера или надежда, скажем так, на то, что на определенное время арест давления на гражданских активистов уменьшится? Даже не знаю. Но начнем с того, что сам факт встречи с президентом Франции, он, по-моему, беспрецедентный на моей памяти. По себе, как же Клинтон, кажется. Ну, она все же не президент. Это очень беспрецедентный факт сам по себе. Чем он вызван, не мне судить. Мы не искали встречи с президентом Франции. Это президент Франции решил с нами встретиться. По какому принципу они отбирали участников, я тоже не знаю. Но, тем не менее, пригласили тех, кого пригласили. Шесть человек. Это сам по себе очень весомый факт. Я, конечно, не сторонник, и даже более ясно скажу, противник. Возвеличивание этого факта, придавание ему значения большего, чем он на самом деле имеет. Что, мол, якобы Франция поддержала азербайджанскую оппозицию. Или Франция как-то прижала азербайджанское правительство. Нет, конечно, нет. Поэтому правы те, кто говорят, что это протокольная встреча. Но сама по себе она очень важная и знаковая. Ведь никогда такого не было. Какие из этого будут последствия, мне тоже судить сложно. Я не люблю предугадывать будущее. Я также не верю, что сама по себе эта встреча сможет остановить волну арестов. Наша волна арестов, она не связана с отношениями азербайджанских правительства с правительством других стран. Нам надо понять. Это внутренние проблемы самой власти. Потому что реальная борьба идет там, внутри. реальные угрозы. Там, внутри, властные элиты, я имею в виду. Все, что происходит, это периферийная, как в возне. Да, конечно, потом начинается политический торг с Западом. Кого отпустить, на каких условиях отпустить, когда выпустить. Потому что западные политические деятели международной организации, они как бы просят или даже иногда требуют от властей прекратить или отпустить. Там, я допускаю, есть, конечно, элементы торга. Но сказать, чтобы они арестовывают только ради того, чтобы торговаться, это, конечно, было бы наивно. Есть реальная проблема у этой власти в общении с собственным народом. Все эти аресты надо истолковывать в этом контексте. А не кажется, что вообще международной критики стало меньше? Вот, например, в случае с арестами активиста движения «ЕДА». Европейские политики выражают лишь дежурные заявления, высказываются об озабоченности, существует дежурные. Но ничего серьезного пока не последовало. Может, еще недавних арестовали, пока не можем увидеть каких-то серьезных действий. Но стоит ли ожидать от них таких же шагов, которые были во время ареста блогеров? Аднана Гажзады и Амина Милле. Мы тогда еще даже не говорили о новой волне репрессий. Это был первый факт, который шокировал всех нас. Амина Аднан – мои очень дорогие, любимые друзья. Я сам, когда подключился в кампании защиты, вообще никаких политических смыслов в собственной деятельности не видел. Я защищал друзей. Для меня это была какая-то почти гуманитарная задача. И очень многие внутри страны подключились к этому, потому что был реальный шок. И Амина Аднан никогда не предъявляли политические комбинции. Они даже никогда не были членами политических партий. У них была очень стойкая и хорошая репутация в молодежной среде. Это были успешные люди с западным образованием. И вдруг на тебе хулиганство, арест. Это был шок. Это был шок. И он получил вот такую... И эта волна была именно шоковая. Потому что были реакции от университетов, где учились именно одна. Внутри тех стран, где они имели связи, отношения, друзей. Возникла очень сильная кампания общественного протеста. И в интернете особенно. Ведь очень важно иметь сеть хороших друзей. Поэтому так получилось то, что получилось. В отношении НИДА, к сожалению, вы правы, это не так. Но я это связываю с тем, что арест активистов НИДА, он просто оказался одним из фактов в общей волне репрессий. Потому что так много людей арестовали, что по каждому поводу отдельное заявление делать или отдельную политику вести. Видимо, я сейчас только предполагаю. На Западе и международных организациях посчитали, ну, по крайней мере, непрактично. Да, по Ильгару Мамедову и Трофику Его было много заявлений от разных министерств иностранных дел различных стран, международных организаций, две резолюции Евросоюзовского парламента. Но это потому, что, во-первых, они были арестованы первыми, и они политические деятели, реально претендущие на власть. Ильгар Мамедович даже пытался стать кандидатом. Потом уже, когда последовали другие аресты, такой реакции, конечно, не было. Но зато обобщили всех. И сейчас вообще такое требование, просто отпустить политических заключенных. Поэтому, конечно, индивидуализации уже нет. Потому что очень много людей арестовано. По каждому, наверное, отдельные заявления давать, видимо, я так понимаю, считается непрактичным. Но все-таки вот у нас в следующем году пройдут европейские спортивные игры. А 14 мая, вчера буквально, Азербайджан стал председательствовать в комитете министров Совета Европы. Будет критика, я как понимаю? Получается, что все эти аресты осуществлялись из-за того, что азербайджанская власть чувствует безнаказанность? Нет. Наоборот. Все эти аресты осуществляются из-за того, что азербайджанская власть чувствует безнадежность во внутреннем отношении. Это понятно, я это понял. Это первый мотив. Он не связан с западной политикой. Наоборот, я вас уверяю, у меня нет фактов, но я почти уверен, что это так. Что Запад заинтересован в более важных вопросах в отношении с Азербайджаном. И Азербайджан сотрудничает по всем этим. И энергетический безопас, и антитерроризм, и воздушный коридор с Афганистаном, и обмен разведанными в связи с угрозами в Иране. По всем этим вопросам Азербайджан сотрудничает. У Запада нет проблем с азербайджанской властью по этому поводу. Поэтому и у нее нет заинтересованности, скажем так, портить отношения с азербайджанской властью, потому что, ну зачем, она же сотрудничает. Просто да, поскольку внутренняя риторика о западных странах, в своих собственных странах, такова, что они уже завысили планку ожиданий по поводу демократии и прав человека. Плюс у них свободная пресса, которая их там критикует за их политику здесь. Поэтому, конечно, они, в отличие от России, скажем, той же, которая не сталкивается с внутренней критикой по поводу внешней политики. Они, конечно же, и вот встречаются с оппозицией, и говорят о демократических реформах и правах человека. Но не потому, что, скажем так, они вот так любят Азербайджан или хотят, чтобы Азербайджану было хорошо. А это выгодно им самим, что в практическом смысле очень даже хорошо. Я как раз таки считаю, что нужно очень открыто говорить, без всяких там приукрашиваний или сентиментов. Другое дело, что после того азербайджанская власть, конечно же, я вот уже сказал в предыдущем, в ответе на предыдущий вопрос, она использует эти аресты, но, по крайней мере, аресты знаковых людей, как предмет политического торга. Что вот, мол, это какой-то цикл, особенно перед каждыми выборами. Арестовывают, держат несколько лет, получают свою порцию критики, потом на пороге или накануне каких-то очень важных для себя мероприятий, как то, например, олимпийские или европейские игры или председатель Совета Европы, что можно предполагать и будет иметь свой эффект. Она может, скажем, чтобы получить теперь уже порцию благодарности со стороны международных организаций или европейских, или западных правительств. Она вот такой жест сделала, что вот мы отпускаем. И ведь мы же видим по много раз за критикой после арестов следует благодарность за то, что их отпустили. И вот это такой вот пролив-отлив. Арестовывают, получают порцию критики, потом отпускают, получают порцию благодарности. Но реальная внешняя политика основана не на этом. Реальная политика основана, конечно, на более важных стратегических проектах, где в Азербайджанской проекте полностью Запад устраивает. Говорить про Украину мы никак не могли бы обойти со стороны эту тему. На ваш взгляд, что там происходит, каково ваше мнение на эту тему, и что Украина показала Азербайджану и странам всего бывшего постсоветского пространства? Ну, Украина, я уже обмолвился об этом, к сожалению, сейчас, кто бы мог подумать, да, но Украина сейчас переживает то, что мы переживали в начале 90-х. Просто у них как-то наоборот все получилось. У них сначала пришло, скажем, национально-демократическое правительство, скажем, Ющенко, которое совершенно неправильную политику ввело в отношении внутренних реформ, а потом у них уже пришел такой откровенный пророссийский, да, скажем, то есть, условно говоря, у них сначала было власть Эль-Чабай, потом Матали. Вот единственная, скажем так, такая символическая разница. Очень большие стратегические ошибки были допущены первым правительством майдановским, да, вот Ющенко. Они вот пришли огромная страна, почти 50 миллионов населения, больше Франции и территории, такое сложное соседство географическое. В краткие сроки, в пять лет у вас всего, надо было провести глубинные какие-то реформы структурные в экономике и в, прежде всего, политической системе, развернуть страну на Запад, чтобы порвать советским прошлым. И что они сделали? Они вместо этого сразу перешли к парламентской республике, урезали полномочия президента, стратегическая ошибка. Пошли какие-то коалиции, совершенно затормозили, просто там не получилось, когда в уши раз так и делают, не получились стратегические важные реформы, наволнеет экономический кризис, плюс давление России, нерешительность Запада, и вот получилось, что получилось, Россия поставила своего президента Юнуковича, который тоже оказался, просто оказался мягкотелом, скажем так, без какого-то конкретного видения, его народ сверх, а теперь они не могут собственно правительство сформировать. Плюс к тому, опять же, выборы накануне, Россия аннексировала Крым, теперь то, что происходит в восточной и юго-восточной Украине, это фактически подрыв украинского государства со стороны России. Ну, влияние, я замечу, там России намного меньше, они не ожидают, что там не смогут особо участвовать в этих процессах. Да, конечно, это там не так, как нам говорят российские СМИ, но, тем не менее, это большая проблема для Украины, и что с этим будет, еще мало кто знает, как, по-видимому, в самой украинском establishment. Какого влияния будет на, как это отразится на Риге? Ну, если Россия, скажем, добьется того, что она хочет в Украине, то, конечно, она этим не ограничится. Поэтому мы жизненно заинтересованы в том, чтобы у России не получилось. Это касается территориальной тенниси Украины, это касается демократических преобразований в Украине, формирования полноценного национального правительства рыночной экономики и, откровенно, прозападной политики, потому что уже давно подмечено, что без Украины Россия, как империя, состояться не может, поэтому она именно начала с Украины. Хотя, может быть, можно было бы предположить, что Украина, возможно, не самая легкая для России страна, гораздо легче, скажем, с Белоруссией было бы решиться вопрос, с Центральной Азией, даже с Южным Кавказом. Но неудивительно, что Россия началась с Украины, потому что Украина очень знаковая в этом смысле страна исторически и стратегически и тем более географически. Важная страна в нашей Украине это выход к Черному морю, Крым, прежде всего, это Севастополь, военный порт. У России есть собственный выход к Черному морю, но ее собственная береговая линия географически такова, что там невозможно построить военный морской порт. Поэтому еще до Украины она вторглась в Грузию, аннексировала фактически Абхазию, в том числе потому, что ограничить выход Грузии в Черное море и как бы застолбить собственное присутствие, потому что на Абхазской береговой линии там лагун довольно-таки глубоководный. Там можно построить военный порт, чтобы туда входили военные корабли. Это все очень взаимосвязано, нельзя это принижать значимость всех этих факторов. Без Украины у России нет выхода к Черному морю. Реального присутствия в Черном море у России нет. Поэтому она аннексировала Крым, поэтому она давит Украину, чтобы не пустить в Черное море НАТО.